Глава Тверского региона Андрей Шевелёв встретился с блогерами. Это представители разных сфер жизни Верхневолжья. Журналисты, студенты, священнослужители, фотохудожники, предприниматели, искусствоведы, руферы. Разнообразием отличались и темы беседы. Были подняты вопросы здравоохранения, в частности, функционирование социального договора, как одного из инструментов закрепления кадров. Шла речь и о развитии сферы культуры, в том числе о механизмах в работе по восстановлению памятников архитектуры, о транспортной стратегии областного центра. Все эти темы блогеры заявляют к обсуждению во всемирной паутине. Губернатор области подчеркнул, что участников встречи можно назвать общественными лидерами, так как они своей позицией формируют мнение населения, а где-то участвуют в наведении порядка. Региональная власть видит партнёров в блогерах, которые поднимают немало социальных тем, продуктивно подходят к их обсуждению, не оставляют без внимания проблемы на местах, тем самым высвечивая их и давая импульс к разрешению. Не каждый человек, который, тот или иначе, социальный чиновник, он идёт на такие встречи, потому что они не протокольные, потому что многие коллеги сразу всё выкладывают в Твиттер, в Инстаграм, и всё, что здесь происходит, оно совершенно публично. Хотелось бы, чтобы такие встречи, они становились, как вы правильно заметили, системными, потому что здесь мы, жители города, жители области, говорим открыто. Отдельная тема встречи – блок-туры, которые, по словам блогеров, призваны повысить привлекательность региона и привлечь туристов. Некоторые из них нашли поддержку в правительстве области. Как подчеркнул Андрей Шевелёв, эту практику необходимо развивать. В свою очередь, активные пользователи интернета предложили перенять опыт других областей, когда участники таких туров встречаются с представителями региональной власти. Эта идея также нашла поддержку. В сфере туризма на встрече было уделено особое внимание. Речь шла о развитии районных центров в качестве новых брендов. Здесь прозвучало продвижение патриотического туризма в Ржеве, а также возможность включения Вышнего Волочка в программу стран СНГ «Культурные столицы». У нас очень большие шансы. Мы сделаем действительно достойную инфраструктуру. Это не мечты. Это уже внесена заявка, и мы сейчас защищаем наши финансированные. И есть бизнес, который с нами готов идти. А этим самым рабочие места, и молодежь, и плюс интересно жить, отдыхать. Ржев. Через программу «800-летие» я считаю, что мы не только город приведем в порядок, а еще и разовьем одно из направлений, как патриотический туризм. Не обошли стороной участники встречи и вопрос отсутствия личного аккаунта губернаторов в социальных сетях. Считаю себя системным человеком и стараюсь выстроить работу системно. И если ты договариваешься и принимаешь такую работу системную, то я должен буду как минимум быть в ней, в блогосфере, быть в социальной сети сам. Потому что изобразить присутствие через своих подчиненных, это, наверное, не самое, как зачастую бывает. Потому что, к сожалению, ритм работы, он не всегда зависит от твоих пожеланий. Я с удовольствием встречаюсь с людьми, общаюсь, контакт в глаза в глаза, но для меня он более комфортен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!